Однажды утром весь дом переполошился из-за крика одной маленькой девочки по имени Кейт. Что я слышу? Моя внученька плачет? Бабуля не оставит свою внучку в беде. Надо узнать, что произошло. Целая пачка чипсов моя. Что? Моя сестренка плачет? Не переживай, малышка, старший брат спешит на помощь. И капелька соуса. Откуда доносятся эти звуки? Похоже на детский плач. Пойду узнаю, что случилось и чем можно помочь. И вот весь дом собрался, чтобы узнать, почему малышка Кейт плачет. Оказалось, все просто, она хочет есть. Мы начинаем кулинарный батл на канале Хохоном. Интересно, какое блюдо малышка Кейт попросит первым. О, это же картошка фри с кетчупом. Проще простого. Картошка фри, это ведь так вредно. Я знаю, как ее приготовить. Наши герои приступают к готовке. Том первым делом решает разогреть сковороду. Очень странно, не льется. Налью прямо из горла. Вот столько хватит. И огонь сделаю побольше. Отлично. Теперь можно жарить. Том, нет. Помогите, она сейчас сгорит. Аккуратнее, юноша. Лучше посмотри, как готовит бабушка. Берем совсем немножко масла. Чуть убавим огонь и кладем картошечку. У вас получится хрустящая корочка и нежнейшая мякоть внутри. Когда картошка станет золотистого цвета, ее можно будет выложить на тарелку. Как хорошо получилось. Добавим вкуснейший кетчуп Хайнц. Моей внучке понравится. Разве можно подавать блюдо в таком виде? Я сейчас покажу, как надо. Берем кусочек ароматного бекона и кладем на него картошку. Заворачиваем картошку в рулетик. У нас получится красивое и необычное блюдо из обычной картошки. Добавим брусничный соус и украсим зеленью. Шедевр кулинарного искусства. Я придумал кое-что получше. Банановые мармеладки так похожи на картошку. А если добавить клубничный сироп, то будет совсем как картошка с кетчупом. Но сладкое на вкус. Вот что действительно понравится сестренке. Наконец-то все готово и можно пробовать. Блюдо от бабушки первым привлекло внимание. Классические картошка фри и кетчуп. Малышке Кейт явно понравилось. Интересно, понравится ли ей блюдо для настоящих гурманов. Шеф-повар взяла необычный рецепт. Но его не оценили по достоинству. А теперь подарок от брата. Похоже на картошку и кетчуп, но это... Сладкий зефир с клубничным соусом. Макай и ешь. Осталось выбрать победителя. Блюдо от бабушки. Бабуля молодец. А сейчас малышка хочет вкусные домашние вафли. Без проблем, дорогая. Что не вижу? А, вафли. Я умею их готовить. Я видела рецепт на ютубе. Разобьем яйца. Вот так. Скорлупа попала. Ну, да ладно, не страшно. Теперь добавим сахара. Можно побольше. Так вафли будут вкуснее. Ой. Ну ничего, так вафли точно будут вкуснее. И мешать, мешать, мешать. Чует мое сердце, ничего хорошего у него не выйдет. Что-то я устал мешать. Пожалуй, хватит. Теперь можно добавить муки. Сколько там нужно? Что произошло? Почему мука оказалась на мне? Внучек, надо быть аккуратнее. Ну, ба. Больше муки, больше выйдет вафель. И вообще, мне уже надоело готовить. Это скучно. А может, и не надо столько муки? Отложу обратно лишнее. Фух. Ну вот как-то так. Теперь перемешаю. У меня даже получилось замесить тесто. Здорово. Может, и получилось, но явно не так вкусно, как у бабушки. Это мой старый, проверенный временем рецепт. И он точно понравится моей внучке. Тесто идеальное. Чем вы кормите ребенка? Надо есть здоровую пищу. Сахар нам не понадобится. Лучше возьмем кабачок. В нем столько полезных свойств. Натрем на терке. Нам понадобится целый кабачок, чтобы вышло хорошее густое тесто. Добавим яйца. Как если бы мы готовили обычные вафли. А теперь добавим муки и замешаем очень полезное тесто из кабачка. Как это некрасиво выглядит. Как может полезное выглядеть некрасивым? Бабуля, вы только посмотрите на этот идеальный зеленый цвет. Тесто готово. Его можно заливать в вафельницу и отмерять время до готовности. Вот, осталось подождать. Какие разные блюда у участников. А у бабушки уже все готово. И у меня тоже. Я знаю, что надо сделать. Попробую украсить вафли клубничным сиропом из настоящих ягод. Вот так выжму сок из клубники прямо на вафлю. Чего-то не хватает. О, сделаю красивый парус из вафли и украшу его взбитыми сливками. А теперь можно положить и целую ягоду клубники. И еще добавить голубику. Вышло отлично. Зачем что-то придумывать? Все, что нужно для вкуснейших вафель, это кленовый сироп и кусочек масла сверху. Пора доставать. Зеленый цвет здоровья. Не хватает красивой подачи. Готово? Можно пробовать. Эти вафли выглядят точно так, как я и хотела. Вот только что это за необычная начинка. Фу, яичная скорлупа. Надо быть внимательнее, когда готовишь. А это что такое зеленого цвета? И какая-то трава сверху. Попробую кусочек. Пахнет неплохо на вкус. Бе, моя гадость. Вкус ужасный. Чего же ждать от этих вафель? Выглядит довольно обычно. Прекрасно режется и вкусно пахнет. У меня прямо слюнки текут. Какие они вкусные. Объеденье. Я выбираю эти вафли победителем. Ура, это мои. Это бабушка сделала. Итак, какое блюдо будет следующим? Ух ты, суши. Я такое умею. Я не понимаю, как это готовить? Суши, обожаю суши. Сначала нужно отварить рис специальным образом. Сделаю. Уж варить рис бабушка умеет. Фу, рис такой противный. Он мне не понадобится. У братика Тома есть собственный рецепт. Я сделаю сладкие суши. Или кисло-сладкие. Да, будет идеальное сочетание. Для начала возьмем эти кисло-сладкие язычки. Намажу на них взбитые сливки. Вкусно получится. А теперь положу мармеладных мишек на всю длину язычка. И можно сворачивать. Какие они получились большие, разноцветные. Вы когда-нибудь видели такие суши? Добавим еще шоколадного соуса сверху. И вуаля! Фирменные суши от шеф-повара Тома готовы. Кто-то сказал шеф-повара, шеф-повар тут я. А это не настоящие суши, Том. Все, можно выключать рис. Его можно переложить в миску. Так будет удобнее готовить роллы. Теперь нужно взять лист нори и разрезать его пополам. Для классических роллов я использую авокадо. Нужно вытащить косточку и отделить мякоть от кожуры. Я не понимаю. Что-то у бабушки не выходит. Тут работает профессионал, бабуля. Теперь авокадо нужно порезать на тонкие кусочки, чтобы уложить их в ролл вместе с рисом. Я почти справилась. Выкладываю лист нори на циновку, а сверху кладу немного риса. Класть рис нужно с краю, так будет удобнее скручивать ролл. Теперь добавлю творожный сыр, который называется Филадельфия. Добавляю тонко нарезанный авокадо. И с помощью циновки скручиваю ролл. Теперь нужно тонко нарезать красную рыбу. Кусочки филе я положу сверху на скрученный ролл. И с помощью циновки вношу финальные штрихи, чтобы роллы выглядели аккуратными. Теперь можно порезать ролл на кусочки и красиво уложить их на тарелку. Сет роллов Филадельфия готов. Красиво и вкусно. Ого! У бабули не получается сделать эти ваши роллы. Они не держат форму. Но я кое-что придумала. Для этого мне понадобится огурец. Сделаю его полом внутри и уложу в него всю начинку. Огурец точно будет держать форму. А еще получится не только вкусно, но и полезно. Нарежу его кружочками. Вот так. А эти некрасивые роллы мы уберем. И положим необычные огуречные суши. Бабушка очень гордится собой. Теперь все готово и можно пробовать. Пробуй, малышка Кейт, все, что для тебя приготовили. Это что такое? Суши в огурце? Бе. Эти выглядят идеально. И на вкус тоже. Отличные суши. Какие большие яркие роллы. Еле в рот помещаются. Ой, они очень вкусные. Я выбираю их победителем. Мой ферменный рецепт победил. Я знал, что сестренка оцепляет. Так, это есть, это есть и это тоже. Дедушка, посмотри. Что, уже? Я готов. Так, с чего бы начать? Итак, приступим к приготовлению лучших пряников. Нужен мед. Я его подогрею. Так-то лучше. Конечно, сюда нужно добавить сахар и корицу, чтобы было очень вкусно. Высыпаю все в кастрюлю и перемешиваю. Такое прелестное тесто для пряников у меня получается просто загляденье. Надо выключить. Еще немножечко нужных ингредиентов. Масло. Теперь точно все получится классно. Окей. Но еще не хватает яиц. Возьму два яйца. Скорлупа вон. Бинго. Так, и добавлю муку. А теперь все перемешиваем. Да, это будет супер блюдо. А что они там делают? Любопытно. Ну, прям шедевр. А мне нужен миксер. Ой, я вся в муке. Как так получилось? Надо работать аккуратно. Я возьму доску и пергамент. И при помощи них раскатаю тесто. Тесто получится прекрасным. Вот так. Теперь нужно раскатать его этой скалкой. Положу еще один лист сверху. Раскатаю, чтобы кусочек был ровным. Что же мне еще понадобится к этому прекрасному кусочку? Я возьму формочку. Формочку человечка. Это то, что нужно для пряника. Сделаю несколько классных для малышки, чтобы она была довольна. У меня замечательные пряники. Теперь осталось всего лишь положить их на противень и испечь. Этим я и займусь. Так, а где плита? О, надо же, она даже разогрета. Положу в самый низ. Все, иду отдыхать. Я готова. А что у тебя, дедушка? Такое тесто умопомрачительно. Что у нас дальше? Точно, я возьму вот такие инструменты. Они мне пригодятся. И возьму цветные маркеры. Ага, я сейчас. Ой, какой острый. Как мне не повезло. Бедный дедушка. Если подуть, будет легче. Все прошло. А ты мне нужен вот для чего. Я сделаю вот такой круг и обведу черным. Вот так, чтобы было лучше видно. Теперь отмерю линейкой. Вот. Получится замечательная деталька для моего пряника. Еще немножечко. Вот. У меня будет гениальный геометрический пряник. Теперь лопаткой все это отделю. Сначала одну деталь. Вторую. Аккуратненько все вырежу. И не забыть круг. Это будет просто нечто. Снимаем лишнее. Зачем мне это? Теперь на противень кладу отдельно все части. И подогрей их. Так. Плита у нас здесь. Уже что-то готовится, но ничего. Мне хватит места. Так-то лучше. Отлично. Я сделала шарики из теста. Все готовы. А теперь покрашу. Сделаю тесто разных цветов. Сначала оранжевый. Пускай будет вот этот. И остальные цвета. Тут нужен красный. Эй, ну выдавливайся давай. Что такое застряло? Ой, попало мне прямо в лицо. Ну что такое? Что делать? Я вся обрызгалась. Кто это? Что за красный монстр? Это же краска. Я сейчас ее вытру. Смотри. Это ты, Лили? Да, я узнал. Узнал. Вот теперь немножечко красного. Да, так лучше. Теперь я сделаю колбаску из зеленого кусочка теста. Возьму их все. У меня будут радужные пряники. Это будет очень красиво и вкусно. Теперь сформирую цельный цветной кусок теста. У меня хорошо получается. Нужно его поделить. Сделаю несколько красивейших круглых пряников. И еще один. Все будут разными. Здорово получилось. Но не хватает жемчужной посыпки. Они будут с нотками волшебства. Вау, как красиво. Я положу это все на противень и пойду подогрею свои прекрасные печеньки. Нужно положить в духовку. Вот и все. Осталось немного подождать. Наса! Я думаю, что мои пряники уже готовы. Пойду проверю. Да, точно. Они готовы. Какая красота. А запах еще лучше. Теперь мне нужно их украсить. Я нарисую симпатичные рожицы. Да, прелестно. То, что нужно. Такой красавчик. Раскрашу их все. А у меня пряник будущего. Осталось надеть крышку. И вот пряник ракеты готов. Немного конфеток не помешает. Ведь нужно сделать красивый иллюминатор. Хоть прямо сейчас в космос. Какой запах. Блаженство. Ой-ой-ой, какие горячие. Но точно очень вкусные. Ну все, мы готовы. Угощайся. Какая красота. То, что нужно. Я, пожалуй, начну с этого аппетитного человечка. Он забавный. Как он хрустит. Какая вкуснота. Супер. А теперь, пожалуй, попробую вот эту ракету. Она летает. А какая же она на вкус? Ну, вообще-то не очень. Хотя, в принципе, ничего. А вот эти такие милые. Такие классные, цветные. И так и просятся, чтобы их попробовали. Сейчас. Хм, достаточно мягкие. Тоже ничего. Какие же выбрать лучшими? Я знаю. С закрытыми глазами. Энники-бэнники. Вот эти победили. Да, пожалуй, съем еще немножко. Ура. Я рада, что ты выбрала меня. Молодец. Я хочу пасту. Только очень интересную и вкусную. О, я сделаю. Ну что, сидите. Время пошло. Я тебя удивлю. Я не умею такое готовить. Я когда-то был отличником по химии. Я готов. Сейчас я сделаю это блюдо при помощи горелки. Надо потушить спичку. Ой, горячо. Мои пальчики. Теперь возьму вот эту колбу и подогрею мой химический съедобный состав. А пока подсоединю трубочку. Зачем же мне это нужно? Я его сюда окуну и наберу целый шприц зелененького. Будет невероятная цветная паста. Теперь нужно охладить трубочку целиком. Да. И на тарелку. Отлично. Вот так вот. У меня будут крутые цветные макароны. До свидания. А теперь синий. О, да. А я пока займусь капустой. Красивая красная. Я не буду из нее делать пасту. Но у меня свои поварские секреты. Нужно положить ее в кастрюлю. Я смогу приготовить очень-очень вкусную и необычную пасту. Но для этого моя красная капуста должна свариться. Что там происходит? Моя синенькая макаронинка готова. Очень красиво и вкусно. Так ты больше не нужна. Теперь желтый. Как же быть? Я знаю, что я сделаю. Возьму кружку. Насыплю туда вот этих веселеньких макарошек. Побольше. На всю кружку насыплю. И теперь мне понадобится чайник. Залью водой. Ну, конечно, они не совсем готовы. А для приготовления я достану микроволновку. Итак, поставлю в микроволновку кружку и подожду несколько минут. Все практически готово. Что? Так просто. А у тебя что? Капуста готова. Она сделала свое дело и отправляется вон из кастрюли. А вот теперь я возьму белую пасту и сделаю ее цветной. Каким образом? Конечно же, с помощью сока капусты, которую я варила. Сейчас паста изменит цвет и приготовится. Что же, можно доставать. Невероятный цвет. То, что нужно. И к тому же это будет очень вкусно. Красивая голубая паста. Но это не все. Мне нужен лимон. Для цвета и вкуса то, что нужно. Разрежу на половинки и вытавлю лимонный сок. Ух ты! Она теперь розовая. Как раз то, что я хотела. Теперь я добавлю блестящей посыпки. Ведь у нас же не обычная паста. Это будет паста для пони и единорогов. Для красоты добавлю фигурку. Вот, теперь блюдо готово. Такое, возможно, первый раз вижу. Ничего вы не понимаете. О, мои макарошки готовы. Положу их в тарелку. И, конечно, посыплю сверху сыром. Надо понюхать. И... Апчхи! Ой, я все испачкалась. Я вся в сырной пудре. Надо посыпать пасту. Да побольше. Здорово. Но это еще не все. Я возьму краску в пудре. Она такая классная. Как пахнет. Апчхи! Да что же это такое? Почему я все время чихаю от этих посыпок? Надо высыпать ее в пасту. Желтый готов. Ой, ты такая смешная. Вся в разноцветных пятнах. Вообще-то не смешно. Лучше я продолжу. Теперь это нужно перемешать вилкой. Такие яркие розовые макароны. Мне очень нравятся. Я все сделал. О, мы готовы. Принимай заказ. Как все вкусно выглядит, хочу попробовать. Сначала съем эту пасту. Она такая яркая, разноцветная и очень длинная. Вкусно? Класс! Я рад. Рецепт не подвел. Какая красота. Это же паста для пони и единорогов. Попробую. Какой интересный вкус. Красиво и на вкус отлично. Я рада, что тебе понравилось. А это что еще за макароны? Ой, как они тянутся. Здорово. Красивый цвет и сырный вкус. Очень неплохо получилось. Какие бы выбрать? Думаю, что вот эти лучше всех. Я победил? Да, я лучше всех. Всех обошел. Вам понравился наш сегодняшний выпуск? А что будет далее? Смотрите и узнаете. До встречи на Хэханом!